А, капец. Вы серьезно? А вы их как различаете? Крысы же все на одно лицо. Простите уж за великодержавный шовинизм. Закончилась эта крысиная возня тем, что один ратус загнал другого в клетку, ну и походу они начали играть в прятки. Вот, видите, есть же русские народные игры и никакого кальмара. Ну а если выйти на обобщение, то специалисты по дератизации, то есть по истреблению крыс, констатируют, что в этом году в Екатеринбурге наблюдается прям какое-то крысинное нашествие, дескать, их стало намного больше, чем в прошлом году. Специалисты считают, что такая вспышка не связана с ковидом, не связана с новой международной ситуацией, а связана тупо с теплой зимой. Начало размножения крыс пришлось на конец февраля-начало марта, а в этот период на Урале не было сильных заморозков, потому многие крысы выжили и пошло-поехало. Кстати, известный факт, что крыса наряду с тараканом одной из самых живучих существ на земле, и при этом, наряду с дельфином, одной из самых умных. Беспричинно крыса плодиться не станет. Известно, что у беременной крысы может даже рассосаться плод, если мамаша чувствует, что его нечем будет кормить. Портал Е1 опубликовал карту Екатеринбурга, на которой показано, где больше всего крыс расплодилось. Крыса оказалась в центре Бурга. И это логично, где много точек общепита с помойками, там крысы и дислоцируются. И неудивительно, что крысиные скачки прошли на Ленина 41. Это здание на первом этаже нафаршировано точками общепита, среди которых есть харчевни юго-восточной кухни. Думается, если в этом тихом дворике поставить круглосуточную камеру наблюдения, можно заснять мультик покруче Рататуя.